я вас приветствую друзья читая заголовок этого видеоролика я представляю как многие ну их достаточно много честно вам сказать люди которые ко мне относятся мягко говоря не очень хорошо ну дано неприязненно судя по комментариям уже обрадовались наверняка у них сейчас дикая радость вот наконец-то наконец-то мы за долго и упорно доказывали и вот он сам признался сам сознался и сейчас будет признание сейчас он всем расскажет кто он есть на самом деле такие конечно вот попытки обвинить меня в этом в том что я действительно являюсь там ну не совсем тем человеком которым притворяясь они уже идут давно сегодня правда вот после вчера например я видео выпустил это уже даже некую активную фазу перешло но в принципе это уже вчерашние вот события с этим спамом с рассылка от моего имени каких-то там рассылок вредоносных это ведь не 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 новая до этого была другая попытка про которую я как раз сейчас расскажу и на основе чего я в принципе то и сделал вот это видео кому-то многим наверное моих подписчиков моих зрителей известно что я у принимал участие принимая продолжаю принимать участие в сборе средств на лечение на операцию и лечение александра восьмилетнего который живет ну жил вернее в казахстане сейчас он находится в турции и родители его обратились ко мне с просьбой помочь сборе вот этих средств на операцию и на лечение я делал видео мозг его посмотреть и вот основываясь на вот эту информацию ко мне стали приходить тоже высказывать и в моем telegram в тема и telegram группе и старую кстати я не знаю почему так мало туда людей заходят тут меня удивляет и у меня кстати есть instagram и старую кто за можно туда заглядывать там тоже появляется периодически информация но так вот уже там стало появляться что я мошенник стоит родители мошенники и я вместе с ними в купе собираю значит деньги ну просто типа на пользуюсь так сказать состраданием и жалостью людей собирают деньги и пытаюсь эти деньги на тип типов разделить между собой был даже вот такой диалог у меня в фейсбуке у меня есть страница в фейсбуке и на этой в этой странице мне стало писать и ну думаю что женщина не знаю трудно сказать что она якобы вот посмотрела внимательно вот здесь можете посмотреть что она все увидела что вот это вот люди которые представляются как родители что это мошенники и что я такой же машине как и они по ее мнению то есть ягод имею право думать что вы с ними в доле единственное что вот это вот исследовательница так называемая она почему-то не обратила внимание что папа у александра шелученко он максим и это видно в реквизитах вот здесь реквизит это можете посмотреть шелученко максим а ту страницу которую она тыкала и там показывал что вот мы эта страница фейкового папы александра там ведь нет имени максим там поймите там же ну это же просто четко ясно видно что там написано алексей шелученко алексей и если взять и немножечко в эту страницу прокрутить вниз вот чуть-чуть сделать над собой усилие то там можно найти такое сообщение что это брат болеет мой брат срочно нужна операция обнаружили это вот начале февраля и поэтому еще они не успели никуда нигде лечиться они не стали в казахстане лечиться сразу стали искать возможности как только получили диагноз и это открытой информации вот пожалуйста получили вот такой диагноз им тут за там как бы по секрету сказали что лучше в казахстане это не пытаться сделать урок почек они начали искать возможности делать операцию за рубежом конечно можно тут искать какие-то мошеннические схемы мошеннические действия безусловно можно но вот всем вот этим людям которые обвинили меня в мошенничестве да я могу ответить вот этим видео которое вы сейчас можете посмотреть коротенькое видео это вчерашнее видео здравствуйте наши дорогие сегодня 30 марта сегодня для нас очень сложный день поддержите нас пожалуйста в этот день сейчас за шулька идет на операцию операцию уже сделали это было перед операции сделано видео мне вас родители написали что операции сделали сейчас ну вроде бы все благополучно пока что ну дай бог сейчас надо будет проходить реабилитацию продолжать лечение естественно ну удаление почек и почки извините это это серьезно хотят может жить с одной почкой это часто в наше время практикуется ну вот вам ответ на ваши обвинения я имею ввиду тех кто меня обвиняет в мошенничестве конечно я вот честно сказать даже тогда не задумывался откуда вот это все пошла волна но на мой взгляд да все таки это как-то оказалось связанным действительно с темы влада баха вот так мне написали вчера в комментариях я подумал вот этой откровенная дискредитация попытка меня значить вот в таком виде выставить но скорее всего да это именно откуда то оттуда идет и кому-то и не нравится мои высказывания по теме влада баху причем не нравится не обязательно со стороны тех кого обвиняют у меня такое впечатление что на меня накидывается с обоих сторон потому что я вот четко вижу я рассказал существует два в раздущих лагеря вот четко это видно и если ты не с нами топ ты против нас у нас уже просто на этой почве я смотрю там выстроились такие отношения что либо туда либо сюда а когда говорит что я не за тех не за этих то тебя бьют с обоих сторон и у меня создается именно такое впечатление что я если не поддерживаю жесточайшее обвинение одной стороны и не поддерживаю оправдание с другой стороны что мол не виноваты эти 12 не говорю но при этом не говорю что они там конченые преступники значит все получаются в обоих сторон это видно по комментариям и такое пишут где удается но об этом я хочу поговорить на прямом эфире завтра с ним ну то есть вот 1 апреля в среду я хочу провести прямой эфир это будет не шутка это будет серьезный прямой эфир тут не до смеха и на эту тему хочу поговорить а здесь я хочу продолжить все таки тему вот этой благотворительности которую попытались смешать с грязью некоторые отдельные личности и поблагодарить во первых я давно хотел поблагодарить александра яцкова и наталью кротова за помощь моему каналу оказанную но уже достаточно давно все не было случая как-то это сказать и какой-то аноним тоже прислал мне недавно средства вот ним не знаю кого благодарить люди иногда анонимно присылают на помощь на развитие моего канала и видимо в виде благодарности оценки я не знаю почему анонимно но все равно им спасибо и хотел бы все-таки все озвучить список тех кто уже присылал деньги на эту операцию который я отправил между прочим их родителям этот мая виктория николай рубкин константин симон келлер элла владимировна василия евгению и кто-то с киви отправил 50 рублей я не знаю кто но все равно спасибо василий евгеньевич а оксан михайловну наталью владимировну юлию владимировну наталью павловну любовь владимировна артема владимировича поблагодарить наталью кротову евгения д алекс а алекса который присылали деньги на стриме михаил юрьевича конечно марина гелину роман николаевич марине викторовну не стан дидебелли сергей николаевич елену и леонидовну ирину ляль александровну его вилону геннадьевну так людьми у викторовну ирину станиславовну ирину алексеевну михаил михаил алексей александр березина ирину юля максима максима марину ингу александру ну или я илью александрович александр владимирович и ирину николаевну алексей федорович и юлию виктору александр евдокова и александру александр владимирович опять присылал видимо уже второй раз насколько я понимаю либо я просто уже два раза против но это не важно спасибо можно говорить бесконечно еще раз хочу поблагодарить этих людей я отправил деньги через western union если будут еще какие-то средства я их обязательно отправлю обязательно принципе им все равно еще надо на лечение на реабилитацию как я уже сказал надеюсь надеюсь эта операция приведет к полному победе над раком почек и очень надеюсь что мальчик вырастет здоровым ну относительно здоровым без одной почки совсем здоровым конечно сказать человека нельзя но все равно здоровым достаточно благополучным нормальным умеющим тоже также сострадать как и все остальные и умеющим и полноправным членам общества умеющим быть в этим членом общества и проживет долгую хорошую здоровую жизнь так за здоровье их родителям могу только пожелать конечно и сделать еще одно заявление хотелось бы я опять таки не занимаюсь никакими рассылками я не не делаю не собираю никаких средств больше вот единственное куда я еще продолжаю в принципе собирать средства желающих опять таки помочь это вот александр мальчик восьми лет больше я пока ни в каких акциях благотворительных не участвую буду ли нет не знаю но честно сказать это очень тяжело психологически столько порой у нас выливается грязи по любому поводу даже вот показалось бы такому поводу я ведь думал что в принципе но хотя бы эту тему затрагивать не буду тому что уснул что еще надо людям но все равно даже суда попытались залезть грязными руками обвинить меня во всех там грехах каком-то мошенничестве я не знаю люди ведут себя просто порой негодяйски правильно безобразно каким-то образом как 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 они с этим живут я не понимаю вот наверное все что я хотел сказать на тему я мошенник да как вот меня обзывам обвиняют мошенничестве насколько я это действительно соответствует действительности немножечко упомянул откуда скорее всего это идут эти корни ну и видео в принципе в борься создана для того чтобы поблагодарить людей еще раз поблагодарить сто раз поблагодарить низко поклониться и сказать им огромное спасибо всем кто принял участие в помощи финансовой помощи этого мальчика и тем самым сделал хоть небольшой но вклад в то что он будет жить дальше вот и все наверное что я хотел сказать именно в этом видео и и мне только остается когда до новых встреч друзья